Мероприятие получилось изумительное. Есть опыт и возможность сравнения с первым, со вторым симпозиумом. И, конечно, очень приятно, что это мероприятие привлекает большое количество заинтересованных лиц и тех, кто пользуется разработками экзоатлета, и теми, кто их использует в своем непосредственно процессе. И очень приятно, что это не только медики, но и представители социальных учреждений, потому что это междисциплинарный, межведомственный проект. И то, что он шагает по России, вовлекая все больше и больше заинтересованных лиц, это здорово. Экзореабилитация имеет колоссальные перспективы. И тот опыт, который нам позволяет сравнивать возможности, которые открываются для пациентов, наверное, это тот беспредел, так назовем, который открывается. Потому что многие пациенты идут на новые разработки не только с целью получить вот сиюминутный какой-то результат, но и перед ними открываются перспективы, которые показывают, ребята, верьте в себя. И когда-то появится именно тот метод лечения, который поможет вам вернуться к обычной жизни. Ну и второе направление колоссальное, которое мы очень давно ждем, это детская экзореабилитация. И то, что появились экзоскелеты для малышек, которые не только смогут когда-то вот в перспективе подросткового возраста быть вовлеченными в этот процесс, а с первых шагов и развивать эту локомоцию как можно раньше, это будет грандиозно и здорово. Архангельская область была первой областью, которая приобрела еще прототип экзоскелета. Затем мы получили уже следующую версию, которая была сертифицирована. С одной стороны, мы были пионерами в некоторых направлениях. В каких-то мы просто углубляли те полученные данные, которые отрабатывались вот на этапе совершенствования экзоскелета, поработать удалось с пациентами с травматической болезнью спинного мозга, с пациентами после инсульта. Очень близки к тому, чтобы начать работать с пациентами с рассеянным склерозом и с детским серебральным параличом, я пока говорю о взрослых. Опыт колоссальный, результаты просто заоблачные, сногсшибательные, потому что других альтернатив, когда человек, который не может отходить, встал бы и пошел туда, куда ему нужно, наверное, мы других примеров не приведем. Но и наш опыт, он показателен в том, что один из наших пилотов, первым и пока единственным в мире, прошел весь обряд венчания. И до сих пор это пока остается непобедимым таким, не перекрытым достижением. Это здорово, потому что мы хотим, чтобы экзоскелет вошел в обычную практику, в обычную жизнь человека, не только оставался в качестве медицинского тренажера. Мы очень ждем все новые продукты. Мы готовы начинать отрабатывать методики, которые бы позволили опять же внедрить очень широко все эти новые достижения. И уже каждый раз приглашаем ребят и сами выезжаем на все подобные мероприятия для того, чтобы не отставать от новых разработок, получать шанс принимать участие во всех апробациях, клинических испытаниях. И, конечно, экзоджим это, наверное, вот то новое, реально очень интересное, что позволит приблизить технологию к месту проживания человека, как взрослых, так и детей. Добрый день! Приятно видеть лица, с которыми встречались в прошлом году. Приятно видеть, кто первый раз приехал на такой симпозиум. Я позволю себе немножко изменить формат своего доклада, то есть презентацию я не буду показывать полностью. Прокомментирую несколько слов из нашего опыта и, наверное, если будут вопросы, на них отвечу. Мне бы хотелось вернуться к тому, что сегодня больший акцент как-то мы сделали на медицинскую составляющую, но начиная с главного специалиста Минздрава России, о котором сегодня вспоминали Иванова и Галина Евгеньевны, и специалистов, которые работают во всех больницах, центрах, поликлиниках, мы, наверное, уже дозрели до того, что медицина и социальный подход, они неразрывны. Конечно, мы до сих пор спорим, что первично, на каком этапе кто подключается, но хотелось бы уже начать говорить, что мы должны работать вместе, начиная с острого периода, ориентируясь не только на восстановление функций, характеризующих органы и системы, но и говоря о качестве жизни. В принципе, это задекларировано в 40-й статье 323-го федерального закона, и мы здесь не открываем Америку. Социальный подход направлен, вот это определение хотелось бы показать, на достижение каждым человеком в соответствии с его потребностями того уровня функционирования, который он хочет. И вот мне приятно выступать после Владимира Анатольевича, и он промолчал, а я все-таки скажу. Мы с ним вместе на протяжении последних трех лет были участниками большого международного проекта, в котором партнеры из Европы делились с нами опытом развития социальной реабилитации. И вот свою презентацию я на самом деле построила по этому как раз международному проекту, но еще раз оговорюсь, не буду всю ее листать. Вопрос в том, что в нашей стране социальная реабилитация пока вот заключается, если вы помните, да, это формирование профессиональной направленности, психологической, досуговой, но где, кто этим занимается, даже, я думаю, что не каждый человек с инвалидностью до конца для себя понимает. На сегодня подход должен измениться, и экзоатлет это, наверное, один из тех проектов, который вот стоит краеугольно к тому, чтобы мы стали говорить, а что достигается, кроме восстановления здоровья у этих пациентов, у этих пилотов. Уже заболеваний перечислили большое количество, где он может быть использован. Я думаю, что этот список будет еще больше увеличиваться. Мы уже переходим и на детей. И, соответственно, вот эта социальная составляющая, которая позволяет изменить среду, адаптировать людей, дать им новые возможности, конечно, это неоспоримо и ничем, наверное, на сегодня не измерится. И те финансовые составляющие, о которых мы говорили, это очень здорово, но мы еще не научились измерять социальный вот этот фактор, насколько он, изменив качество жизни, вернет те же финансовые средства, которые вкладывает государство в этих людей. Почему я сказала, что с гордостью говорю, что Владимир Анатольевич сидит рядом? Потому что в проекте, который у нас шел, мы еще раз показали, что наша огромная территория России не может одинаково транслировать одни и те же подходы. И когда в проект вошли Санкт-Петербург, Пермь и Архангельск, наши партнеры на протяжении двух с половиной лет не могли понять, почему мы доказываем, что у нас разные условия жизни, разные условия возможности на наших территориях. И только в последние полугодия проекта не сказали, господи, почему же мы не поняли это сразу. У нас были одинаковые цели, одинаковые критерии оценки. Сегодня мы уже послушали о центральном округе, Пермский край. И в каждом регионе есть свои нюансы и свои особенности. Когда мы начали работать с экзоатлетом, это случилось в марте 2017 года, почему Ира и сказала, что мы были одними из первых после Москвы, первыми, кто купили еще прототип. Сложность в чем? Мы кричали сарафанным радио, разыскивали пациентов с травматической болезнью спинного мозга. На тот момент не было их реестра, не было какого-то общесобранного списка отслеживания вообще, что с этими пациентами происходит. И вот сарафанное радио, АУ кричали по всей нашей области. Для понимания, кто давно не был на севере, территория специфична тем, что 78% населения живет в крупных городах. Оставшиеся люди проживают на территориях, которые периодически даже не транспортной доступности от больших клиник. То есть у нас есть Мизенский или Шуконский районы, с которых вертолетом раз в неделю можно вылететь, а осенью-весной, когда нет зимника или летом перемещения по рекам, люди вообще не знают, как добраться. Даже вертолеты не всегда долетают. Эта специфика характеризует то, что когда большая клиника, большой центр, да, мы всех пациентов знаем, мы всех включаем в реабилитацию, а что делать человеку, проживающему в таком маленьком населенном пункте? Рядом с ним не всегда есть врач-специалист, врач общей практики, иногда даже фельдшер. О какой глобальной, постоянной реабилитации мы здесь ведем разговор. Но он имеет такое же право, да, и он должен быть обеспечен, приближенный к его месту проживания и реабилитации. Поэтому вот об этой социальной составляющей тоже хотелось бы сказать. Наш опыт был одним из первых, потому что когда был куплен экзоскелет, наше министерство просто развело руками, как внедрять на базе какого медицинского учреждения и в рамках чего. И, конечно, мы просто благодарны министерству, мы благодарны территориальному фонду ОМС, которые поддержали. Нам удалось включить все это в тариф по реабилитации пациентов. Начали мы с травматической болезни у спинного мозга. Очень хорошие результаты получили на пациентах с инсультом. И на сегодня, оглядываясь, то, с чем нам приходилось работать, достукиваясь, может быть, до специалистов, я очень рада, что сегодня мы выступаем, наоборот, заинтересованностью специалистов. Когда мы слышим, врачи понимают, какой эффект мы можем ждать от пациентов, применяя экзореабилитацию. Мы стояли у истоков. И когда спустя полтора года от начала наших тренировок специалисты, которые работают с пациентами с рассеянным склерозом, с инсультом, пришли и сказали, а вот теперь только мы, увидев эффективность, поняли, как встраивать экзореабилитацию в программы реабилитации, после этого у нас пошел скачок этого интереса. И эффективность у пациентов еще больше, конечно, стала возрастать. Сейчас к нам, как и в Москву и Санкт-Петербург, обращаются пациенты из других регионов. Наверное, здесь плюсом для таких обращений является то, что мы экзоскелет используем только на бесплатной основе. Опять же, это специфика региона. Когда мы узнали, что тариф, например, для проведения экзореабилитации в Москве, тогда еще начинался от 5 тысяч, сейчас цены уже возрастают, мы спросили наших пилотов, насколько вы реально готовы, если мы это будем переводить в коммерческий проект, но ребята так скрипя сердцем сказали, ну да, может быть, курс мы пройдем, но не больше тысячи и одну тренировку. Но опять же, не каждый был готов даже эту тысячу заплатить, поэтому мы сказали все, мы останавливаемся на чисто бюджетном варианте. Своя специфика, опять же, я тоже проговорю о ней, мы не уходим в то, что мы на целый день снимаем инструкторов. Инструктора у нас работают с экзоскелетом, максимум с двумя пациентами во второй половине дня. На это у нас отвлекаются два, извините, инструктора или инструктора-методиста, и организацию этих тренировок проводит врач-специалист. То есть мы работаем на втором этапе. Дело в том, что у нас экзоскелет находится в клинике, которая занимается вторым этапом реабилитации, там есть пациенты неврологического профиля и травматолога-ортопедического, и, соответственно, курирует процесс врач по профилю в нейро-реабилитационном отделении невролог, соответственно, в травматологическом, травматолог-ортопед. Нам немножечко было проще, потому что в Архангельске есть университет, и я руководила, командовала, так скажем, координировала этот проект с первых дней, и в тяжелых каких-то спорных ситуациях мы созываем консилиум и разрабатываем индивидуальную программу реабилитации для каждого пациента. Если кто-то знакомился с учебным пособием, которое в прошлом году мы опубликовали, вот те критерии отбора, которые заложены в этом учебном пособии, они тоже возникли не на пустом месте, мы отрабатывали их по большому счету почти полтора года, и они выявили тот минимум, который необходим для обследования пилота, для решения вопроса, можно или нет его включить в экзореабилитацию. Но и очень еще вопрос, который возник буквально в предыдущих дискуссиях, что это индивидуальная программа. Подогнать всех под одну программу, когда одинаково все будут тренироваться, наверное, на сегодня нет такой задачи, это невозможно. Каждый пилот приходит со своим багажом, со своей спецификой, и программа индивидуализируется. И завершая свое выступление, дальше, если будут вопросы, вернусь опять к социальной реабилитации. Учитывая те шансы, которые мы открываем перед пилотами, мы еще должны опираться на их потребности. Вот мы сегодня не говорили, что есть пилоты, которые, пройдя один курс, говорят, ну да, вот мы поняли, что вот один раз попробовав, наверное, мы не придем больше. Я не знаю, с чем это связано, но такие люди есть. А есть пилоты, которые находят возможность и в течение года посещают несколько клиник. Они из Архангельска едут в Москву, едут в Санкт-Петербург, едут еще, значит, куда-то в южные регионы для того, чтобы экзореабилитация шла практически непрерывно. Эффект колоссальный. И подводя итог, хочу сказать, что экзоатлет для наших пилотов всем дал надежду на то, что даже в нерешаемых в предыдущие годы случаях мы дали надежду, когда пациент верит. Сейчас есть экзоскелет. Сейчас появляется менее нейростимуляция с экзоскелетом. А может быть, очень скоро придумают еще что-то, что позволит людям начать вновь ходить уже даже без этой колоссальной, может быть, иногда такой тяжеловатой конструкции. Поэтому дорогу осилит идущий. Я желаю разработчикам новых побед. И опять же, я думаю, что все, кто сидят в этом зале, только скажут, мы готовы пробовать все и открывать новые возможности нашим пилотам. Спасибо.